Мы сейчас с вами едем на первую экскурсию. Наша задача с вами как художников – смотреть архитектуру. Вот так интересно начинается обычный летний день для юных художников Центра дополнительного образования детей и молодежи города Бреста. Сегодня они дружно едут на экскурсию, где посетят Свято-Михайловский родник в Каменецком районе возле деревень Ставы и Огородники. Изюминкой их небольшого путешествия станет пленэр, на котором каждый юный творец изобразит то, что видит и как он это чувствует. В этот же день еще одна группа ребят, обучающихся изобразительному искусству, готовится отправиться на нашу прекрасную набережную. Там запланирован пленэр, а писать они будут отражения на воде. У ребят это вызывает много чувств, волнение и радость попробовать что-то новое и интересное. Мне кажется, рисовать с натуры, выезжать в город будет намного интереснее, чем рисовать в здании, от компьютера, телевизора. Самое сложное будет нарисовать отражение, потому что оно должно быть размытым, они как натуральные. В воде много цветов и так нужно будет подбирать, смешивать краски, чтобы найти нужный оттенок, цвет. С первых дней июня Центр активно включился в работу детского оздоровления и организацию продуктивного досуга для ребят. Сотрудниками Центра была разработана увлекательная программа мероприятий, принимать участие в которых могут все дети, как учащиеся Центра, так и дети из других школ. Мы организовали такую площадку и новый проект инновационный «Уникум. Все начинается с тебя». Идея проекта такова, что было отобрано 24 учащихся, которые смогут поучаствовать в различных мероприятиях, открыть себя заново, развить свои творческие таланты, подружиться и спасти планету от компьютерного засилия, раскрыть все наши творческие потенциалы, свои эмоции, передружиться и, конечно же, продолжать жить в нашем городе и радовать своих родителей, учителей своими новыми свершениями и талантами. В Центре организовано множество мастер-классов, где ребята смогут продолжить занятия любимым делом или же впервые попробовать для себя что-то новое. Направлений много. Вокал, хореография, рисунок, техническое творчество, лидерские направления. Девчонки, например, особенно рады попробовать себя в танце, ведь всем сейчас хотелось бы блистать на танцполе. Они только-только начали свои занятия, пока привыкают и еще волнуются, но впереди их совершенно точно ожидает успех. Мне нравится танцевать, потом, может быть, в будущем я стану учительницей танцев. Просто нравится танцевать, я так раскрываюсь в себе. Какой ты танцеваешь вообще тебе нравится? Ну, мне нравятся все, но, наверное, больше всего поп. Уже много лет в центре регулярно открывается территория техно. Это городская выставка технического творчества. Ее экспонаты создавались учениками разных возрастов и в разных учреждениях образования нашего города и были любезно предоставлены центру. Сейчас она в процессе подготовки и совсем скоро будет готова принять своих первых гостей. Центр отметил 40-летие, значит, и выставке тоже больше 40 лет. Просто она меняется, трансформируется. Меняются подходы, меняются требования и интересы. Раньше выставки были статичные, стендовые модели поставили, пришли, посетители посмотрели. Теперь мы стараемся какие-то модели интерактивные детям предоставить, показать то, что можно потрогать, то, что можно разобрать, то, что можно продемонстрировать и самому поучаствовать в этой выставке. Сотрудники Центра дополнительного образования детей и молодежи хотят, чтобы дети провели это лето здорово и здорово. Чтобы у них осталось море впечатлений, появились новые друзья, а главное, чтобы они открыли в себе любовь к какому-то новому занятию, ведь тогда с уверенностью можно будет сказать, что это лето прошло не зря.